И так же сёстры, которые выставляют свои фотографии в соцсети, и почему говорю, потому что сестра, которая выставила своё фото на аватарку, пишет, потому что, сёстры, нельзя вам выставлять прекрасный показ. Почему? Смысл тогда вашего хиджаба, если вы уже выставляете свои прекрасные показы? Сподвижницы были таковыми, что за всю свою жизнь, за всю свою жизнь, два-три раза из дома выходили, когда вы давали замуж и только после смерти. А сегодня мы же в социальной сети просто как будто дамбу прорвало, и мы вот на ура все выкладываем. Аллах же в Урани говорит, посланник Аллах сказал, «Пусть ваши жены не выставляют свои прекрасные показы». Смысл хиджаба тогда? Хиджаб для чего Аллах сказал, чтобы одевали, покрывали на свои тела, покрывало? Для того, чтобы вас не было видно. Вы являетесь смутой, вы являетесь искушением для мужчин. И тем более, если в нихабах, хиджабах и так далее. Потому что достойные братья не смотрят на полуголых блудниц. А полуголые блудницы, они смотрят на джаги или смотрят на них как на добычу. Вот сейчас бы мне с тобой там одну ночь провести и все. Вот так смотрят на полуголых девушек. Каким бы вы ни были, послушайте меня, сестры мусульманьки, которые не покрылись еще, и также девушки, которые и не в исламе, и вообще не понимают, что это такое. Поверьте мне на слово, как вот с мужской стороны я говорю вам. То, что я даже будучи в джагили и даже сейчас, я вам могу с уверенностью сказать, как бы вы себя престижно не ставили, как бы вы не говорили, мы какие-то достойные и так далее. Мы там не гуляем и так далее. Мы хорошие. Да, вы хорошие. Вы у себя внутри хорошие. Мы чистые, я говорю, нет. На вас смотрят, как на добычу. Вы подобны чупа-чупсу. Те, которые одеты, они покрытые. А те, которые раздеты, они открытые чупа-чупсы. И на кого мух много налетит? На открытую, подобно тому, как на говно собираются мухи, подобно этому на вас будут собираться взгляды посторонних мужчин. И это хорошим не закончится. И нормальный мужчина никогда не посмотрит на нее и не скажет, вот бы мне такую жену. Это только могут сказать какие-то отсталые дебилы. И более того, хочу вам сказать то, что в обществе, чтобы вы понимали, как бы вам парни не говорили, как бы вам это лицемерие, парни, которые говорят непокрытым девушкам, вы красивые, вы хорошие. Это лицемерие, они с вами лицемерничают, поверьте мне на слово. Они с вами лицемерничают, это во-первых. Во-вторых, если сравнить покрытую и непокрытую девушку, непокрытые девушки думают, что покрытые какие-то отсталые. Однако у парней, у мужчин в голове, наоборот, непокрытые какие-то отсталые, какие-то где-то в древнем Риме живут, как будто им одежды не хватает. Вот так смотрят на них. Это я вам как не с религиозной стороны даже говорю, это я говорю как мужчина. Лично я бы или мои друзья никогда в жизни не позволили бы себе посмотреть и более того взять с жены такую девушку, которая непокрытая. Покройся, пока тебя не покрыли.